Цифра дня сегодня полтора триллиона рублей. Столько может составить объем ипотечного кредитования в России по итогам 2017 года. Такой прогноз дал глава Министерства строительства страны Михаил Минь. После падения в январе ипотечное кредитование начинает постепенно восстанавливаться. Чиновник также заявил, что к 2025 году объемы строительства жилой недвижимости в стране увеличат до 120 миллионов квадратных метров. Время деловых новостей на телеканале ОТС с последними событиями из мира экономики, финансов и бизнеса. Познакомим вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. В Новосибирской области пока к увеличению темпов застройки не готовы. Объемы строительства в регионе за последние пять лет сократились вдвое. Об этом заявила глава областного Минэкономразвития Ольга Молчанова. Если в 2012 объемы строительных работ в регионе оценивались в 66 миллиардов рублей, то по итогам прошлого года составили лишь 36 миллиардов. И падение отрасли продолжится. В декабре объемы строительных работ достигнут лишь 31 миллиарда рублей, уверены в Минэкономе. На это повлияли кризисные для отрасли два прошлых года. Глава региона Владимир Городецкий призвал членов областного правительства разрабатывать механизмы, чтобы исправить ситуацию. Продолжаем новости рынка недвижимости. Когда на большие квадраты не хватает? Аналитики портала n1.ru выяснили, в каких районах Новосибирска продают самые дешевые квартиры в новостройках. Для расчета эксперты изучили предложение о продаже, где стоимость квадратного метра не превышает 47,5 тысяч рублей. Больше всего таких квартир в Кировском районе мегаполиса. Две трети жилья в новостройках эконом-класса. Чуть меньше недорогих предложений в Первомайском районе. В Советском доля бюджетных квартир в новых домах составляет 60%. В Центральном и Железнодорожном районах столь дешевого жилья не нашлось вовсе. Готовятся к летнему сезону. По итогам прошлого месяца продолжился рост деловой активности в сфере услуг в России. Индекс рассчитывают аналитики международной компании EHS Market. Показатель вырос на 0,2%. Объемы производства в сфере услуг растут уже 16 месяцев подряд. Тем не менее, замедлилось увеличение закупочных цен, а заказов у компаний стало больше, отмечают аналитики. В Новосибирске открылась новая бизнес-площадка Coworking Center. Это аренные помещения, куда могут зайти начинающие предприниматели. Отличие от стандартных офис-центров в том, что бизнесмены работают вместе, в дружеской обстановке. Для этого созданы все условия. О преимуществе Coworking'а деловые новости поговорили с владельцем площадки Павлом Георгиевым. В этой площадке можно разместиться более экономично. Здесь можно получить какой-то опыт предпринимательский, потому что как раз на такой площадке собирается малый бизнес, который как-то развивается, смотрит, они коммуницируют. Очень часто выстраиваются отношения между предпринимателями уже здесь. Поэтому эта площадка, она не только как арендная площадка, она в большей степени даже атмосферная, в плане как бы идей создания бизнеса и так далее. То есть в этом она очень сильно выигрывает. Плюс она выигрывает своей доступностью, своей инфраструктурой, что есть максимально все. То есть и рабочие места, и переговорные комнаты, есть и зоны отдыха, круглослушный доступ. Это все большой достаточно плюс для предпринимателя, потому что есть работы с разными регионами, в том числе там за границей, да, и надо было приходить люди там 12 часов на работу, да, и поэтому они здесь эти вопросы все решают. Но опять же, снимая свой офис, вы не получите там и переговорную комнату отдельно, там, и зону кухни, там, и все остальное. В Новосибирской области за последние недели снизился уровень безработицы. Сейчас он составляет 1% от экономически активного населения региона. Не могут найти новое место работы 14,5 тысяч человек. Год назад безработица была выше на 0,2%. Об этом сообщили в областном министерстве труда. Компании уволили по сокращению 3300 сотрудников. В этом году за содействием в поиске работы обратилось 45 тысяч человек. Государственные центры занятости помогли трудоустроиться 60% из них. Предприятиям региона сейчас нужно больше новых сотрудников, чем в прошлом году. Они подали свыше 87 тысяч вакансий. Ну а в Роструде назвали самую необходимую для страны профессию. России нужны инженеры в производственной сфере. Об этом заявил глава ведомства Всеволод Вуколов. По мнению чиновника, отечественным компаниям не хватает квалифицированных кадров. Что касается официальной безработицы в стране, то за последнюю неделю она снизилась. Как и в Новосибирской области, активно уменьшалось количество нетрудоустроенных в Ямало-Ненском автономном округе, в республиках Крым, Тыва, Сахалинской, Калужской, Тюменской и Мурманской областях. Стало больше безработных в Астраханской, Омской, Амурской, Курганской и Ростовской областях. Экономика России растет третий квартал подряд. Об этом заявила председатель Центрального банка страны Эльвира Набиулина. Цитата дня в деловых новостях. «Мы видим и рост экономики в целом, и рост инвестиций. Важно, чтобы эти факторы закрепились. Наиболее выраженный эффект будет, когда все поверят, что низкая инфляция – это надолго. Плавающий курс играет необходимую роль, работает как амортизатор внешних шоков». Конец цитаты. К этому часу у меня все новости экономики. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. У нас много интересного. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова